Зеркало, которое специально помыла для видео. И тут вся моя косметика, которую я с собой брала. Обьюз! Он кинул в себя апельсинки. Сколько мы здесь уже живем, я до сих пор поражаюсь тому, что через дерево растут апельсины, какие-то лимоны. Просто в огромном количестве они назрывают. Это добавляет такого колорита своего определенного. Здесь вообще апельсинки. Снимишь меня, пожалуйста, с апельсиновым деревом? Я тебе покажу. Блин, я думала, ну, пониже я смогу достать апельсинки. Ты если подпрыгнешь, достанешь. Я хочу зрелую. Он сейчас на голову. Макс. Ну, теперь ешь его что-то. Да че ты вот такой профессиональной съемкой вблизи. Давай. Обьюз! Он кинул в себя апельсинки. Боже, ты моргнул в каждый раз. Видимо, у тебя уже рефлекс выработался. Наша любимая набережная здесь с дорожками, с променадом. К сожалению. Или, к счастью, мы уже совсем скоро вбегаемся в новое место. При этом я сейчас летаю в Москву. Дим, ты че придумал? Смотрите, какой пиратский кораблик. Ты хочешь что, перекинуть? Прыгнуть, да, буду. Подожди. Дима решил прыгнуть из скалы от ваших комментариев. Просто. Ну, давай. Ой, блин, как-то высоко. Так, ну тебе кидай в апельсин? Подожди, страшно. Держи меня, дай руку. Да, Дима, блядь. Я телефон че не выронила. Реально, без шуток. Дай, я сниму. Дим, умоляю. Да, сними, давай. Я тебя так не удержу, да? Да не дергай. Нет, я так тебе не доверяю. Да я тебя так удержу, наоборот, долбляйся. Я тебя за руку не удержу, дай. Дима, пожалуйста, не дергай, я умоляю. О, супер, супер. Нормально. В общем, взяли себе в лавочке на набережной соки свежевыжатые. У меня гранатовый. И здесь просто какие-то сказочные сладкие фрукты и такие спелые овощи. Гранаты невероятно насыщенные. Вот такой стакан гранатового сока, мне кажется, просто на неделю вперед. Зря от витаминов. Покажу вам сейчас, наверное, одно из своих самых любимых мест. В ларе это нижний водопад Дуден. Он просто нереально красивый, мощный по энергетике. С другой стороны, обойдем и покажу. Вообще, в целом, здесь вся набережная выглядит вот так. Где-то она более узкая, где-то широкая. И это очень ухоженно и красиво смотрится. Для меня просто остается загадкой, как вот такой мощный водопад, высокая скала, и вот там внизу сидит человек и рыбачит. Так, я тоже хочу. Так, мы с вами встречаемся в моей ванной. Я хотела показать, как у меня тут все устроено. И также вместе сделать спа. День для моих кистей. Покажу вообще, как я все это делаю. И шкафчик. Так, у меня здесь такая полочка есть. Кисти уже ждут своего часа. Зеркало, которое специально помыла для видео. И тут вся моя косметика, которую я с собой брала. Я уже как-то видео вам показывала. Там сверху Димина штучки. Здесь все мое. Это маски, тоник, паци, SPF-ка. В общем, крема. Мой скребочек гуаша. Это для волос два средства, которые я очень люблю. Прямо можете себе скринить. Очень много продуктов от Дальбы, как раз-таки. Крем для лица. И любимый дизодрант. Собственно говоря, это весь мой бьюти-уход. И мне этого вполне хватает. И здесь у меня продолжение бьюти-станции. Это мои умывашки для лица. Сенсай, мицеллярная вода. Элемис, тоник. И крем для умывания кисти, который мы сейчас будем вместе с вами мыть. Кстати говоря, я купила в Сифоре мыло. С ароматом хлопка. Оно очень вкусное. И кисти я мою всегда хозяйственным мылом. Но это попозже немножечко. И для зубов. Как вы знаете, я носила брекет и вообще занимаюсь активно красивым внешним видом своих зубов. Очень об этом забочусь, пекусь. Поэтому для меня это важно. Использую зубную пасту бренда Artifact. Это с мятным ароматом. Она отбеливающая. Но фишка в том, что у этой зубной пасты микроигольчатая структура. Такого я еще не встречала. Называется Micro Repair. Благодаря ей паста хорошо воздействует на эмаль. Встраивается в структуру эмали. Как бы заполняя ее, делая более гладкой. Таким образом восстанавливает. И еще параллельно отбеливает. Поэтому это получается такое бережное отбеливание. Что для меня очень важно. Вообще для меня супер важно, чтобы зубные пасты, особенно отбеливающие. Я их очень люблю. Чтобы зубы были красивые, светлые, с хорошим тоном. Чтобы они все-таки были бережные. Потому что на рынке очень много отбеливающих паст. И они ядреные. Они разрушают эмаль. Они вызывают чувствительность десен. Поэтому если я вам рекомендую пасту отбеливающую, она реально бережная. То берите себе на заметку. Также в этом бренде артефакт есть другая линейка паст. Реминерализирующая. То есть восстанавливающая после каких-то кислотных продуктов. Которые тоже плохо воздействуют в нашу эмаль. Ночная зубная паста. То есть вечером ее можно использовать. Она восстанавливает как раз-таки эмаль. И так, лечит зубы. И я уверена, что такого вы точно еще не встречали. Так же, как и я. Это реминерализирующий гель для зубов. Такой точечный. Который также локально может бороться даже с маленькими пятнышками кариеса. Если они только начинают зарождаться. Я использую его вечером. Потому что желательно, чтобы он остался на зубах подольше. И хорошо поработал. Здесь в составе есть ксилиот, кальций и магний. Так что это для здоровья зубов. Большой флакон. И мне нравится дозатор. Именно в таком варианте. Потому что это очень удобно. Уже когда я начала использовать в таком флаконе другие пасты. С этими тюбиками. Которые надо постоянно выжимать. Как-то там что-то подталкивать эту пасту. Просто неудобно. Здесь нажал. Все. Поэтому берите на заметку. Это средство я использую именно на ночь вечером. Чтобы она как можно дольше оставалась на зубах. И работала на восстановление и на лечение зубов. И паста у меня для красоты и здоровья зубов. Отбеливающих я уже сказала. Очень люблю. И благодаря им мои зубы такие очень хорошего цвета. Хотя я пью кофе, черный чай. Есть, от чего зубам окрашиваться. Но они постоянно мне поддерживаются в таком очень светлом состоянии. Я своими зубами занимаюсь просто всю жизнь. Вы это знаете. Брекеты, какие-то там удаления, лечение кариеса. У меня зубы просто в идеальном состоянии. Если я приду к стоматологу или к ортодонту, всегда мне делают на тему зубов комплименты. Поэтому вот. Мои рекомендации для вас. Так. И как я мою свои кисти для макияжа? Самое лучшее средство, которое можно придумать. И которым пользуюсь постоянно я. Это по сути хозяйственное мыло. Такое кусковое. Последнее купила, как я уже сказала, в Сифоре. Оно очень вкусно пахнет. Хлопком, чистотой. Я беру кисти. Разделяю их на категории более пушистые, либо те, которые для глаз. Сначала мою вот эти большие. Мочу в идеале в теплой какой-то воде, ближе к горячей, чтобы косметика, все, что на них находится, максимально растворилось уже под назидеться на горячей водой. И затем я просто прям о кусок мыла. Вот так напениваю кисточку. И вообще в Москве у меня была такая специальная сликоновая подушечка, в которую я мыла кисточки. Но теперь я использую свою руку. Просто прям в ладошке. Видите, сколько пены дает обычное хозяйственное мыло. Вот так вот промываю. То есть я могу распушить, и затем пальцами прям по-хорошему, как будто вы моете, не знаю, волосы какой-то кукле. Эта пена как раз таки хорошо проникает между всеми ворсинками. Я запачкала уже зеркало. Это клач. И также важно очень хорошо кисточку помыть от мыла. Если на ворсинках останется такое очистящее средство, то потом на коже я замечала, может быть раздражение. Надо, чтобы прямо вот до скрипы все было смыто, и осталась только одна вода. И обязательно беру либо бумажное полотенце, либо туретную бумагу, промакиваю, чтобы максимально снять с кисточки воду. И беру такую же бумажную салфетку, и на нее выкладываю кисти чуть-чуть под наклоном вниз. То есть вот так, под наклоном, кладу что-то сюда под ручку, чтобы вода вся, если что, вниз стекала, и там не тухло. В общем, такой у меня процесс. Ну, говорю, у меня сейчас какое-то такое немножечко грустное настроение даже, потому что скоро мы отсюда уезжаем, и я буду реально скучать по этому месту, по такой расслабленной, спокойной атмосфере, к состоянию, которое я тут ловила. Реально здесь было очень хорошо. Прям морально приятно, на релаксе. Но сюда можно вернуться, это круто. Просто посмотрите, жить вот так каждый день с таким видом, это очень круто. Тут, между прочим, тоже уже осень. Да, тепло, но деревья же тоже так лысеют нехило. Так, мы с вами передвигаемся на завтрак. Хочу показать вам своего нового любимца. Фаворит это Афагата. Не знаю, раньше я никогда не пробовала вообще кофе с мороженым. Дим, мне кажется, брал где-то в каких-то заведениях. Я думала, да блин, что за хрень? В итоге пломбир заливаем двойным шотом эспрессо. Экспрессо. И что мне нравится в этом сочетании, то, что мороженое, оно на сливках, по идее, делается, и оно более густое по консистенции. И я люблю, когда кофе, капучино, не знаю, латте. Не жидкое, как вода, такое прям вот очень незаполненное какое-то, а наоборот густое, и как раз таки мороженое делает эту густоту, будто бы такой легкий кофейный смузи, что ли, пьешь, не знаю. Это очень вкусно. О, знаете, что делать, положить туда печенье. Не, надо. Мне кажется, это будет прикольно прямо. Не, может, это будет прямо ващикать. У нас там пытается. Будет вообще супер. Это будет как этот джинджер бред. Хочешь, мы расстолочь там? Да. В общем, я сегодня делаю рубашку Димы. У меня карго-брюки, топ. Я говорю, беру твою рубашку, он такой на классическое. Но мне тогда на Угарстайз, поэтому все супер. Мне тепло, уютно. Такая забота. Ну, он должен разбухнуть, она. Да, но его надо сначала раздраконить, чтобы он побольше, побыстрее разбухнет. Так, мой брекфаст, торкиш вариант. Мне нравится то, что здесь есть три вида сыра. Я съедаю отсюда сыр, все джемы, яичко, для того, чтобы был белок, панкейки, фрукты и овощи. В общем, мне сейчас нравится такой вариант. У Димы тоже вкуснятина, обожаю вот эту картошечку запеченную. Мне кажется, можно украсить одно будет. Всем приветули, мы сейчас приехали в старый город, который находится в центре Анталии. Здесь очень симпатично, уютно и немножечко по-другому отличается от самой Анталии, от района Лары, где мы живем. Тут какая-то гористая местность, все в горку, резко вниз. Такие низкие домики, очень красивые, все абсолютно разношерстные, разные по дизайну. Вот, мы сейчас прогуляемся, я хочу делать красивые фотографии здесь. Нам сегодня повезло с погодой. Какие-то местные бренды Мой гид хочет показать мне город. Дим. Сюда, сюда. В общем, покажу вам, как тут все выглядит. Дима. Такой картер смотри, сверху. горшок. Очень похожий на городочек Алла-Чата, в котором мы были в прошлом году. Алла-Чати. Такой тоже уютный, узкий улочки. А, я хотела сказать, вы видели во влоге, но этот лог так и не вышел. Просто год материал за хит. Мне нравится такой байк старого города. Здесь очень много кафе, ресторанов. Мне кажется, даже нет отелей никаких. по крайней мере, там мало жилья. Можешь фотку хотя? Да, фотку хочу. Локацию найти. Нашли какое-то здание вообще просто, мне кажется, заброшенное, заросшее старым виноградом. Открыты, разбитые окна, там что-то внутри. Но выглядит все равно красиво. Просто камушки вываливаются с зданием буквально. На основном был очень полезный чай. А вы просто в кипяток добавили? Да, да. Горячая вода, 1 чайная лочка хватит. Попробуем. Держи. Поехали. Открывайте, там сюда открыть. О! Так сильно не пахло, когда сухое. Понюхай. Как звездочка. Ну, хорошо, пахнет. Он ведреный. Пробуем? Попробуем. О, беды вкусный. Он сладкий. Пьем сладкий. Почему? Это Ингреди персика. Чайная чай. Да. Что, берешь себя? Давай возьмем. Юпит. А чай, реально классный. Я просто хотела поднять. Я не просто смесь. С перемолкой, да. Я хотела просто посмотреть красивый кадр. Ну, что это есть? Релакс. Это эвкалипт первый. Такую, для желудка. Угу. Иракс. Попробуем. Иракс. 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 Субтитры сделал DimaTorzok